Приветствую! Вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня речь пойдет о разрешенных средствах самообороны в Республике Армения. Напомню, что тяжело делать видео по законам другой стороны, поэтому если где-то оговорился, просьба поправить меня. Также рад буду услышать мнение самих жителей Армении по этому вопросу. Поехали! Итак, вкратце о видах оружия. Они подразделяются на А. Гражданское, Б. Служебное, В. Боевое, ручное, стрелковое и боевое холодное оружие. Что же относится к гражданскому оружию? Гражданским считается оружие, предназначенное для использования гражданами Республики Армения в целях самообороны, а также для занятия охотой и спортом. Считающееся гражданским огнестрельное оружие по своей конструкции должно исключать возможность введения огня очередями и иметь емкость магазина или барабана не более 10 патронов. Гражданское оружие подразделяется на оружие самообороны. А. Огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие, в том числе огнестрельное оружие с патронами, соответствующими нормам травматического действия, установленным Уполномоченным органом Государственного управления в сфере здравоохранения Республики Армения. Б. Газовое оружие. Газовые пистолеты, заряженные слезоточивым газом или раздражающими веществами. В. Электрошокеры и искровые разрядники, соответствующие требованиям Уполномоченного органа стандартизации, метрологии и сертификации Республики Армения. Небольшой подытог. Покупка шокеров, как и применение в Армении, законодательно не регулируется. Иначе говоря, если для покупки газового пистолета необходимо разрешение, для покупки шокера оно не требуется. Не нужна даже справка о психическом состоянии покупателя. Нет ограничений ни по возрасту, ни по мощности устройства. Если, несмотря на заверения экспертов в их безопасности для здоровья, человеку будет нанесен ущерб, отвечать придется на общих основаниях. Что касается перцовых баллончиков, то здесь тоже никаких проблем. В остальном, как у нас, на газовое и травматическое нужно разрешение, не говоря уж об охотничьем. Для получения соответствующей лицензии, гражданин должен обратиться в полицию, предоставить медицинское заключение об отсутствии ограничений в отношении владения оружием. Что может быть связано с психическими отклонениями, заболеваниями органов зрения, алкоголизмом и прочим. Честно, по пневматике никакой информации не нашел, но стоит предположить, что плюс-минус все как у нас, так как в остальном законодательства схожи. Если кто смотрит данный ролик из Армении, просьба пояснить, поправить или дополнить меня. Вот такое видео получилось, надеюсь будет полезным, постарался рассказать кратко и понятно. Также напомню, что можете предлагать, какие страны вы хотели бы увидеть в следующих выпусках. У меня уже очень большой перечень стран, про которые я еще не делал видео, а вы просили. Я об этом помню и постепенно буду их выкладывать. Обязательно залетайте в мою группу ВКонтакте, Алиэкспресс ВКонтакте, Телега и конечно же мой сайт. Все ссылочки будут в описании под видео. А понравилось видео, тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал, но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо, всем пока!